Доброго времени суток, дамы и господа. Мир стремительно меняется. Мир военного ремесла, то есть World of Warcraft, меняется аналогично. Довольно-таки недавно произошло изменение жетона, а именно вчера вечером, ночью. И, само собой, я не могу молчать об этом, нужно это обсудить. Так как сегодня, включив стрим, многие люди задавали вопросы, спрашивали, это начало конца, что будет дальше, что будет в будущем. Давайте попробуем разобраться. И для начала давайте поговорим о том, что вообще было с жетоном ранее и какие у него были функции. Ну и, само собой, поговорим, собственно, что произошло с жетоном и какие функции у него остались. Начнем же. Функции, которые были у жетона до вчерашнего вечера. Их было три. Первая функция — это покупка жетона за реальную валюту, в нашем случае полторы тысячи рублей. И последующее получение золота. 350, 360 тысяч голды, 340 тысяч голды, в зависимости от курса. Назовем это легальной покупкой золота. Окей, хорошо. Далее две функции. Одна из этих функций находится в другой. Окей. Мы тратим золото, получаем жетон. И этот жетон можно реализовать в два направления. Либо мы получаем игровой месяц, то есть 30 дней игрового времени. Либо мы получаем 650 рублей на кошелек Battle.net. Окей. Это было круто довольно-таки. То есть можно было даже в условиях измененного магазина за рубли все равно купить новое дополнение Dragonflight. Можно было другие всякие интересные функции сделать. И что на текущий момент получается вообще в целом? На текущий момент у жетона осталась только одна функция из ранее перечисленных. Мы покупаем жетон и получаем 30 дней игрового времени. Теперь жетон нельзя реализовать в пользу пополнения кошелька Battle.net. Кошелек Battle.net остался также в рублях. Но все товары, которые находятся в магазине Battle.net, висят в евро. То есть условно некоторые люди сегодня заходили на стрим, пишут, у меня 3600 на балансе, хотела купить Dragonflight Epic Edition, да, по-моему, максимальная. И теперь все, не купить. Далее другой человек зашел, говорит, так у меня вообще там 9000 рублей лежит. Это довольно-таки интересно. То есть получается тот баланс на Battle.net, который у нас лежит, он, грубо говоря, просто-напросто заморожен. Будут ли эти рубли переведены в евро? И будут ли вообще для учеток, которые зарегистрированы на Россию и на Беларусь, какие-то изменения в плане баланса кошелька Battle.net, конвертации? Вопрос интересный. Окей. Едем дальше. Что мы вообще с этого получаем? То есть мы уяснили. Наш баланс это рубли, все цены в евро, жетон только в пользу оплаты игрового времени. Это основные мысли, которые сейчас стоит держать вообще в голове. Что это может значить? Я скажу так, что это начало конца. Ру-регион, он и так не особо популярен. Люди на текущий момент едва могут позволить себе там оплатить игровое время. Кто-то не хочет покупать тайм-карты сторонних сервисов. Кто-то не хочет покупать новые дополнения сторонних сервисов. Потому что некоторые люди типа тянули до последнего. Не то, что я. Я сразу же купил дополнение Dragonflight, как только стартанул вообще предзаказ и все вот это с ним связанное. Ру-регион станет меньше. Могут ли закрыть ру-регион? Довольно-таки на текущий момент интересный вопрос. Компания Blizzard может сделать все, что угодно. Да и грубо говоря, регион, ру сам по себе может ликвидироваться. Если будет мало людей, то собственно с кем мы будем играть? Правильно? Правильно. На текущий момент у меня какие-то такие мысли. Весьма пессимистичные. Но что на текущий момент могу сказать? Фармим золотишко. Оплачиваем игровое время. Играем в Warcraft. Наслаждаемся этой игрой. На этом монолог закончу. Если у вас есть какие-то свои мысли, можете написать их в комментариях. Всех вам благ. Спросите здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. Дискорд, Твич. Все для вас. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok